Привет, невеликие вейперы! И сегодня мы с вами будем вновь смотреть на всякие новенькие, интересные технологии из мира вуйпинга. Ну и собственно сегодня я вас не оставлю без всяких новеньких, интересных девайсиков. И мы посмотрим на вот такой вот супер крутой, супер новенький, новомодненький девайсик от ребят из GeekVape. Это Venex S3. Вот таким вот образом он выглядит. Серебристенький, прикольненький. Но не буду вас долго задерживать, давайте мы скорее перейдем в Close Up и посмотрим на данное устройство непосредственно поближе. На переднем плане у нас изображен логотип, написано GeekVape, также изображено само устройство. Venex S3 написано, 2 мл у нас здесь будет картридж, 1100 мАч батареечка. Ну и также написан здесь у нас свет. Сзади у нас, понятное дело, находится комплектация. Это девайс, USB Type-C кабель, Share-S картридж и фильтр DripTip. Также, кстати, вот да, это дополнительный картридж на 1,2 Ома, еще предустановлен у нас здесь внутри на 0,8. Вот так вот все это дело быстренько открываем и будем смотреть, что у нас там находится внутри. Да, не обращайте внимания, это я немножечко, ну, поцарапал, короче, ножницами. Вот так вот открываем, опять же, у нас здесь, как и всегда, абсолютно у гиков, это все лежит вот таким вот образом. То есть, как будто какой-то телефон, знаете, открываешь, а при этом сейчас у многих телефонов тонкие вот такие вот коробочки, куда зарядку ничего не вложат, ну и, собственно, за счет этого, как бы, это еще больше похоже на телефон. Все так хорошо подогнанно, оранжевая такая коробочка. Вообще все хорошо, также вот так вот у нас тут есть ScanToWin, так что можете отсканировать QR-код и поучаствовать в конкурсе. Здесь у нас присутствует всякая вот такая вот разная макулатура. Кстати, вот здесь у нас также есть вот такая вот, можно сказать, сравнительная бумажка всех вот этих вот веноксов, в которых можно вставить фильтр DripTip и, в принципе, можно понять, чем они между собой отличаются. Также, понятное дело, у нас здесь есть такая инструкция, которая, кстати говоря, есть даже на русском языке, так что если вдруг кому-то чего-то будет непонятно, то он может открыть эту инструкцию и все это дело прочитать и понять. Здесь же у нас сразу же находится девайсик, еще один запасной картридж и вот такая вот коробочка. Здесь же у нас находится все, наверное, самое, что ни на есть интересное. Ну, помимо, понятное дело, самого девайса. Вот так вот все это дело давайте откроем. И самое первое, что у нас здесь есть, это вот такие вот фильтр-мундштучки, дриптипчики. И выглядят они реально по-настоящему прикольно. То есть ты это используешь как дриптип, но выглядит это как фильтр. То есть для людей, которые особенно переходят в сигареты, это прям, ну, наверное, прикольная темка. Также у нас здесь есть еще вот такой вот второй обычный уже классический дриптип и вот такой вот кабелечек для зарядки. Сам же девайс выглядит следующим образом. У меня он именно вот в таком вот серебристом, сильвер цвете, металлический он у нас, вот такой вот матовый. Ну, кстати, на самом деле мне нравится, выглядит реально прикольно. Также есть у нас здесь зарядочка по Type-C, вот такая вот регулировочка обдува. Кстати, она сделана круто, потому что девайс, можно сказать, сделан под MTL. Или как бы вот тут видно, что здесь у нас она сделана как на MTL-бачках по вот таким вот делениям. Снизу у нас находится кнопочка, то есть это в каком-то плане даже под мехмон, потому что вот так вот его можно парить. И включается он пятикратным нажатием вот таким вот образом. Раз, два, три, четыре, пять, загорается вот такой вот индикатор вокруг, мигает различными цветами. Также эти цвета будут по-разному мигать по мере разряда твоего устройства. Здесь у нас есть зеленый, синий и красный. То есть логично, что зеленый это когда у тебя еще такой нормальный заряд, синий уже такой средненький, но красный, что уже скоро надо будет зарядить твое устройство. Ну и также мы можем тянуть с кнопки, можем также тянуть автозатяжкой, а можем выключить кнопку, чтобы у нас работала только автозатяжка. Еще раз пять раз нажимаем, раз, два, три, четыре, пять, вот таким вот образом. И все, у нас собственно кнопка сейчас работать не будет. Она как бы вот по идее нам показывает, будто бы она действует. Но если я прямо сейчас сюда вставлю картридж, то видно, что у нас тут ничего не работает. То есть вот я нажимаю на эту кнопку, вообще ничего не происходит, даже ничего не загорается. Но если я сейчас буду тянуть, то все будет абсолютно прекрасно тянуться. Да, это немножечко удлиняет именно время выключения девайса, но в самом такой девайс можно даже и не выключать. Например, пять раз нажал кнопку, у тебя точно случайно не нажмется и все будет хорошо. Поэтому это как бы да, минус небольшой возможно, но как бы не такой критичный. Еще раз пять раз нажимаем и все, у нас теперь девайс уже окончательно выключился. Внутри же моду у нас два контакта, вот такой вот круговой магнит, который держит картридж. Картридж же выглядит следующим образом. У нас здесь, как я уже и сказал, сменный дриптип. Вот так вот он отсюда вытаскивается и сюда можно вставить фильтр дриптип. Вот так вот это все дело сюда запихиваем и получается у нас вот такой вот картридж с фильторочком. Ну выглядит на самом деле реально интересно и прикольно. Заправочка у нас здесь вот такая вот сбоку. Убираем резиночку и заправляем. Кстати, отверстие довольно-таки большое, так что практически любой бутылек сюда без проблем влезет. И да, кстати, вот тут внизу выглядит как будто это испаритель, но на деле нет. Он отсюда у нас никак не достается. То есть убираем вот эту вот пимпочку отсюда и никак ты это отсюда не достанешь. То есть это абсолютно полноценный литой картридж. Ну а на этом, собственно, то и все. Больше особо и нечего о данном устройстве рассказать. Я вам все как следует показал, все как следует рассказал. Ну и прямо сейчас я попользуюсь им какое-никакое время. Ну и затем мы с вами вновь встретимся и поговорим о нем уже непосредственно поближе. Ну что, я попользовался вот данным девайсиком какое-никакое время. И готов рассказать вам свои впечатления непосредственно о нем. Ну и, собственно, да, сейчас поговорим именно о том, что я здесь для себя выделю. Что здесь хорошего, что здесь плохого, вот это все. Ну и сразу же к первому плюсу я хочу отнести то, что данный девайсик достаточно компактный. Да, он вытянутый, как бы с другой стороны казалось бы вытянутый не значит, что сильно компактный, но он как бы реально довольно-таки небольшой. Вот он по сравнению с моей ладонью, да, не самый маленький, но и не самый большой. Но в целом вполне таки себе практически в любой карман влезет, вообще без каких-либо проблем и все будет хорошо. Поэтому да, действительно девайсик небольшой. Вторым же плюсом у нас сразу же полетит хорошая вкуса передача у данного девайсика. И да, действительно я здесь парил очень много на самом деле всех разных жидкостей. Везде я ощущаю вкус, как я его и хочу там ощущать. Вообще все нотки жидкости прекрасно чувствую. И да, именно вот для такого плана девайса небольшого, маленького, компактненького, стелсового, так сказать. Короче, реально вкус здесь вполне таки себе на уровне. Да, и также и никотинопередача неплохая за счет тугой затяжести и всего-всего. Но об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Ну а так в целом и вкус передачи, и никотинопередача все здесь хорошо. Также еще стоит сказать, что девайсик вообще не течет. Уже третьим плюсом это у нас полетит. И да, действительно вот за все время использования у меня ни разу абсолютно не протекло. Можете посмотреть, внутри абсолютно все сухо. Я ни разу ничего здесь не протирал, ничего не делал. Честное слово, так сказать. Короче, реально здесь все окей с этим. Тоже протечек нет. Четвертым же плюсом у нас полетит как раз таки регулировочка обдува. И то, что она у нас здесь есть, это реально очень и очень хорошо. Вот такое вот поделение. Здесь у нас их всего три. То есть ты можешь полностью все три открыть. Можешь все полностью закрыть. Но закрыть я все-таки не рекомендую. Прям все одно лучше все-таки оставить. И за счет еще как раз таки вот этой регулировки обдува, поделением вот этого всего-всего-всего, собственно, вытекает самый главный плюс этого девайса. И как раз таки для чего он предназначается. Я очень сам лично люблю такие девайсы, когда делаю какие-то бутсы. И как раз таки самый главный его плюс в том, что здесь прям, ну, идеальное устройство для любителей. МТЛ-ной тяги, тугой затяжки, сигаретной затяжки, как говорится, называйте как хотите, каждый по-своему. Но в любом случае это тугая затяжка. И она тут по-настоящему тугая. То есть вот здесь реально не докопаешься ни капли. Реально затяжка прям МТЛ-ненькая, как на каком-нибудь МТЛ-неньком бачочке. Ну, бачочек сам МТЛ-ненький стоит как раз таки, наверное, тысячи две, две пятьсот. А вот это устройство стоит абсолютно столько же. Ну, для бачочка тебе еще и девайсик нужен, вот это все. А вот это подешевле получается, поэтому как будто подешевле. И все равно МТЛ-е это подец, довольно-таки простой в использовании во всем. Поэтому за это реально лайки. Наконец-то МТЛ в подсистеме самый настоящий. Да еще и, наверное, идеальное устройство для тех людей, кто, например, бросает курить. А, собственно, почему? Ну, да, еще один плюс у нас из этого вытекает. А именно то, что здесь у нас есть вот такой вот фильторочек сверху. А именно фильтр Дриптип. Вот такая вот темка сверху. И реально это очень похоже по ощущению, как будто вот сигарету в арту держишь. Не, ну, блин, затяжка реально тугая достаточно. Да еще и посмотрите, какой маленький, а как наваливать может. Вот просто посмотрите. Как бы пары в целом-то немало. Да, и не супер много, но как бы для такого устройства вполне-таки себе достаточно. И это тоже хорошо. Седьмым же плюсом у нас полетит то, что здесь у нас есть вот такая вот кнопочка снизу. То есть ты можешь его вообще как мифмод использовать вот так вот. Вообще, короче, с кайфом парить. Ну, а также ты можешь использовать его с автозатяжкой. Я вообще сам лично очень люблю автозатяжку. Я никогда не пользуюсь кнопкой в девайсе, где есть автозатяжка. Но вот здесь это реально удобно. Если вдруг у тебя там сломается автозатяжка или что-то еще подобное произойдет, тебе все равно будет работать кнопка в любом случае. И плюс ты можешь отключить эту кнопку, нажав на нее всего лишь пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. Все это дело делаешь. Все. Кнопка у меня не действует, но автозатяжка по-прежнему работает. Восьмым же плюсом у нас полетит то, что данного девайсика вообще с лихвой хватает на день. И иногда даже и на побольше, если не слишком много парить. А все потому, что здесь у нас батареечка 1100 мАч, что вполне таки себе неплохо. Учитывая, что устройство маленькое, мощности тут тоже маленькие. Следовательно, за счет этого и достигается вот такая вот реально довольно-таки долгая жизнь здесь у нас от одного заряда. Ну и последний плюс, понятное дело, если вдруг даже он на тебя сядет, ты можешь это все дело довольно-таки быстро подзарядить. И это у нас зарядочка по USB Type-C. Это хорошо современно и как бы вообще в целом хорошо, что здесь у нас есть Type-C. Ну а на этом же, собственно, все. Плюсы у нас закончились. И вроде как пришло дело перейти к минусам, да. Вот это все. Но тут есть одна небольшая, так сказать, загвоздка именно в том, что я не нашел здесь ни одного минуса. Потому что, как я и говорю в прошлом обзоре, ну вот можете посмотреть вот здесь вот по аннотации на экране. На GeekVape AQ, то есть Aegis Q. Также и то, что в целом у гиков сейчас есть очень много всяких разных устройств. И на любой, можно сказать, практически вкус. И в за это вот тут как бы особо ни к чему не докопаешься. Потому что, ну как бы, хочешь МТЛ-ную затяжку, хочешь что-то вот такое, знаете, максимально приближенное к чему-то такому. Вот более какой-то такой, знаете, сигаретной, может быть, тематики. То вот да, это устройство полностью себя оправдывает. И если особенно еще вот не хотите париться, какой-то там МТЛ-ный бачок покупать, там что-то обслуживать. Вот это все. То вот это и реально идеальное устройство под МТЛ. Затяжка здесь по-настоящему тугая. Все прям, ну, супер круто. Поэтому вот для любителей МТЛ-а вот это супер крутое устройство. Ну, а на этом же, собственно, все. С вами был Великий Вейпер. Не забывайте о том, что ссылочка на мой Телеграм-канал есть в описании. Там у нас много всего интересного. И там не только ссылочка на Телеграм-канал есть. Там еще очень много всего вы можете крутого, интересного найти. Ну, а на этом же, собственно, все. С вами был Великий Вейпер. Всем пока!